В понедельник глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на расширенном совещании отправил в отставку правительство республики. Ну а сегодня, на внеочередной 26-й сессии Народного собрания, единогласным решением был избран новый председатель правительства. Им стал бывший министр финансов Абдусамат Гамидов. Свои голоса за Гамидова отдали 82 парламентария. Против не проголосовал никто. Патимат Бурзива подробнее. 26-я сессия Законодательного собрания для самих депутатов оказалась неожиданной. Голосовать за нового премьера в середине лета никто из них и не думал. Отставка правительства была вынужденной мерой, отметил глава республики Рамазан Абдулатипов. К сожалению, за 6 месяцев работы результаты оказались ничтожными. Потому ждать до сентября было просто бессмысленно, добавил президент. Динамика работы правительства не успевает за динамикой работы президента. Фактически президент, по инициативе президента, приглашая лучшие силы, были разработаны 10 приоритетных направлений развития республики Дагестан. Кто работал министром раньше правительстве, наверное, понимают, что это упорядочивает деятельность правительства. Под рукой есть пошаговая программа реформирования конкретных сфер наведения там порядка. Мы с участием депутатов на расширенных заседаниях правительства приняли эти приоритетные проекты президента. Но правительство очень медленно контролирует их реализацию, прослеживает их реализацию. Вот вчера, позавчера мы каждого министра пропустили через чистилище аттестации в определенной степени. Мы проверяли, каково понимание конкретного министра и вице-примера по этим проектам, что он недорабатывает, какие направления нужны. Во всяком случае, я думаю, что после этой работы министры уже более фундаментально понимают задачи, которые перед ними стоят. Что это не является какая-то выдумка, которая уйдет куда-то. А с этим надо работать. В своем выступлении в качестве премьера Абдусамад Гамидов уже определил задачи, поставленные перед правительством, которое, по его мнению, должно работать в четко заданном темпе, решать вопросы оперативно и не ждать нареканий ни со стороны главы региона, ни со стороны дагестанцев, которые устали ждать перемен к лучшему. Считаю, что основой таких перемен должна стать реализация приоритетных проектов президента Республики Дагестан, которые являются ответом на основные вызовы и проблемы в жизни нашего общества в экономической и социально-культурной сферах. Объявление экономики, создание точек роста, инвестиции в республику, новая индустриализация, эффективное государственное управление, эффективное территориальное управление, развитие, эффективный агропромышленный комплекс, бренд Нового Дагестана, проекты человеческих капиталов, правопорядок и безопасность. Новый состав правительства Республики должен рассматривать как безусловные стратегические проекты своей ежедневной деятельности. Кандидатуру Абдусамада Гамидова на должность премьера поддержал председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов. К нему присоединились и все партийные фракции, отметив Гамидова как положительного и порядочного человека, политика и хорошего руководителя ведомства. Ответственность ложится на вас очень большая. Мне бы хотелось, чтобы мы на этой должности проработали долгие годы. Это не так просто. При той требовательности президента, при той ситуации, в которой находимся мы с вами в нашей республике. Работа предстоит очень большая и огромная. Надо в сутки работать 24 часа, чтобы поспевать за всеми теми действиями со стороны президента Республики Дагестан. Депутаты Народного собрания дают вам положительную характеристику, потому что долгие годы мы вместе с вами работали, сотрудничали и при принятии бюджета, и при принятии других важных решений. Вы на сегодня уже масштабный человек, человек заметный в республике. Поэтому есть большая надежда, что вы справились с этой работой, но забывать успокаиваться и думать, что это так просто, это было бы ошибочно. Работа предстоит, я еще раз повторяю, очень серьезная и очень трудная. Глава республики, в свою очередь, поблагодарил парламентариев за оказанную поддержку. Для меня эта поддержка очень важная на данном этапе, очень важная. И мне очень привлекательно было выступление тех, которые подчеркивали человеческие нравственные качества Гамидова. Конечно, уровень квалификации бесспорно надо обращать внимание. Но я хочу подчеркнуть, в не меньшей степени надо обращать внимание на человеческие качества. Как человек работает, как человек разговаривает, как человек ходит, как человек живет в своей семье, как он относится к старшим, к младшим. Тисячи моментов. Потому что если человек работает на должности, хотим мы этого или нет, мы находимся на виду у людей. На сессии также передали мандат ранее арестованного депутата Магомеда Магомедова, известному в Дагестане энергетику Нурмагомеду Алиеву. Что касается всего состава правительства и кабинета министров, его сформируют в течение 20 дней. Матиман Бурзиева, Нариман Алибеков, Завер Салтанбеков, Юсуп Газиамаров. Время новостей.